Здравствуйте! В эфире телекомпания «Одинцова» программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Какая дорожная обстановка складывается на территории обслуживания 10-го батальона? Об этом мы сегодня поговорим с заместителем командира Виталием Евгеньевичем Андреевым. Здравствуйте, Виталий Евгеньевич. Здравствуйте, Евгения. Я думаю, что начнем с АЗОВ. А что такое территория обслуживания 10-го батальона? Территория обслуживания 10-го батальона включает в себя 220 километров дорог. В территорию входит Минское шоссе, Можайское шоссе, Бетонка, А-107 так называемая, которая проходит по территории Одинцовского городского округа. Это Звенигородское шоссе и Минско-Можайское направление плюс. У нас еще территория проходит по Нарафа-Минскому городскому округу. Это Киевка и Киевско-Калужское направление. Что такое? То есть трассы все-таки достаточно оживленные и скоростные. Вот в чем ее особенность? Как можете охарактеризовать? Скоростной участок у нас пока еще один, так называемый, с 35-го по 45-й километр, где 6-го апреля скоростной режим 110 км в час. Он на зимний период уменьшается до 90, а на летний период, соответственно, 110. Удается водителя держать вот в этих рамках? На территории скоростного участка у нас установлены камеры стационарные и плюс мы выставляем камеры передвижные. Большинство водителей соблюдают скоростной режим, что дает нам возможность снизить ДТП на этих участках. Сергей Евгеньевич, какая сейчас, в принципе, дорожная обстановка складывается на вашей территории? Это вот то, с чего мы, собственно, начали. Ну, я могу вам привести цифры. Давайте. Вот цифры. За 2020 год на территории обслуживания произошло 54 ДТП. Это, я вам говорю, учетные ДТП с пострадавшими, либо с погибшими. В прошлом году было 43 ДТП. Погибших в этом году у нас 6, в прошлом году 4. Соответственно, рост на 50%. По детей, слава богу, погибших у нас нет. По раненым в этом году 75, в том году 52. Раненых детей в прошлом году было 3, в этом году тоже 3. Ну, как видите, наблюдается рост ДТП. Ну, основной рост у нас дал это февраль месяц. Февраль месяц. Это не основное, это столкновение, попутное столкновение. Вот, опрокидывание. Наезд на стоящий транспорт. Наезд на препятствия. Ну, и бич наш, это пешеходы. Хоть и в этом году у нас их меньше. Если в прошлом году у нас было 9 наездов на пешеходов за 3 месяца, то в этом году у нас 7 наездов. Погибших 2 на 2, что в прошлом, что в этом. Раненых в прошлом году 8, в этом 6. Это что касается... Это пешеходы переходят в неположенном месте? Ну, это пешеходы переходят где-то в неположенном месте, а где-то на пешеходном переходе. Тут... По-разному? Да, по-разному. Либо водитель не заметил, либо пешеход нарушает правила дорожного движения. А что касается детей, вот эти 3 ребенка, это пассажиры были? Да, это пассажиры. Это пассажиры, но тут невнимательность родителей. Ну, и каждое ДТП, оно особенное. Может быть, ребенок и пристегнут, но где-то он ударился головой, где-то еще что-то. Детей все равно, они на особом контроле, и всех детей сразу доставляем в больницу для обследования. Я как раз хотела сказать, что инспекторы ГИБДД всегда уделяют повышенное внимание детям и регулярно проводят профилактические различные мероприятия. Результаты этих мероприятий видите? Ну, результаты есть. Почему? Потому что за последнее время дети, которые перевозятся, родители более стали уже ответственно относиться, стараются детей пристегнуть любыми средствами, чтобы ребенок был пристегнут, чтобы он не просто находился в машине, не бегал там по салону, а уже, соответственно, контролирует своих детей. Это что касается по перевозке детей. Ну, а так как впереди у нас наступает лето, тут у нас довольно-таки будет большая проблема. Это с детьми, которые будут предоставлены фактически сами себе. Не все дети сейчас уедут на каникулы. Некоторые останутся здесь. Тут бы предостережение, либо просьба ко всем родителям, чтобы они все-таки контролировали своих детей. Это, во-первых, и велосипеды, и самокаты, и гироскутеры. Вот это все, что только возможно, которые родители покупают своим детям. Чтобы все-таки они контролировали, где они катаются, как они катаются, и знают ли они вообще правила дорожного движения для того, чтобы выехать на дорогу. Не отдельная, наверное, беда. Скоро начнутся скутеристы. Ну, это проблема, да. Потому что многие родители на окончании школы покупают своим детям вот эти технику с мотором, так называемую. Но, опять же, коснусь, чтобы дети знали правила дорожного движения, чтобы выехать туда. И можно ли им туда выехать. Здесь все зависит от родителей. А вот напомним про скутеристов. Когда вообще ребенка можно, ну, если вдруг он очень сильно просит, и никак нельзя на это повлиять, когда можно ему этот скутер подарить? Что к этому скутеру, может быть, должно прилагаться? Экипировка какая? И вот как, собственно, ему эти правила дорожного движения донести? Эта школа должна быть? Или можно самостоятельно как-то это сделать? Вообще, ребенок, скутер, так называемый, на него должно быть соответственное право. Он должен отучиться и знать правила дорожного движения. Я могу привести случай, если это можно. Вот у меня сын захотел мопед, вот этот так называемый. Говорит, купи мне. Я говорю, да вопросов нет. Говорит, что вот те правила дорожного движения, когда ты мне расскажешь от начала и до конца, тогда я посмотрю, пойдешь в автошколу, отучишься, получишь права и будешь, соответственно, уже ездить. Ну, ему не захотелось это делать. И теперь без мопеда, правильно? Он ходит пешком. Полезно. Полезно. Полезно ходить пешком. Это техника повышенной опасности, довольно-таки повышенной. И каждый родитель, при тем, чтобы принять это решение, чтобы купить, он должен подумать все-таки своей головой. Может ли ребенок его ездить на этом? Получается это у него? И нужно ли ему это? Тут каждый родитель склонен своей головой думать и все-таки решать. Вот как по мне, что не всем дано ездить. Ну, и все-таки действительно повышенная опасность. Наверное, каждый юный скутерист мечтает быть крутым байкером. Но если посмотреть на крутых байкеров, они все в экипировке. Они все в экипировке. У них и кожаные куртки с специальной защитой, и локтевой, и коленной. У них и шлемы одеты, соответственно. И перчатки специальные, соответственно, чтобы защищать и руки, и все защищать. Ну, а как ездят наши дети на мопедах? Тут в шортах ездят, в шлепочках. В шлепочках. И за ними. И пассажир, которого быть не должно, еще и без шлема будет сидеть. А то не один, а то и два пассажира сидят. Особый контроль. Конечно, мы контролируем это. Мы за этим следим. Мы с этим работаем. Но, опять же, хотелось, чтобы родители тоже подумали своей головой. Жизнь и здоровье их детей. Берегите своих детей. Все-таки задумайтесь об этом. Что вы делаете? И контролируйте их. Как он и что он делать будет летом? Куда он идет? На чем он поехал? Вот это. Если они будут контролировать, они окажут нам очень большую поддержку. Сами родители. И помощь нам в этом. И помощь нам в этом. Ну, я надеюсь, что период самоизоляции скоро закончится. Да и сейчас уже потихонечку дети, их родители достают в велосипеды. Где ребенок может на велосипеде прокатиться? И нужен ли для этого обязательно шлем и тоже какая-то экипировка? Ну, здесь я могу всем родителям сказать и детям. Есть такой пункт правил 24, который можно прочитать. Там все это прописано. что, где и как можно кататься детям, где, со скольки лет можно кататься по дорогам общего пользования, до 7 лет где можно кататься, там это все прописано. И опять же, каждый ребенок, выезжая на дорогу, он должен знать правила дорожного движения. Это книга, которую должны знать все, начиная от пешеходов и водителей, и велосипедистов, и пассажиров. А как вот до ребенка лучше эти правила донести? В какой-то игровой форме? Ну, в зависимости от того, какой это ребенок. Если это до 7 лет, то, соответственно, да, это можно в игровой форме. Если это уже ребенок после 10-14 лет, ну, соответственно, здесь нужно просто давать это или вместе с ним читать эти правила, даже не заодно и повторить родитель. Либо просто ребенку сказать, как я приводил, например, со своим сыном. Отучишь? Пожалуйста. Нет? Ну, извини. А проводятся ли сейчас на территории вашей обслуживания какие-то профилактические мероприятия, в том числе направленные на обеспечение детской безопасности? Ну, детская, что направлено на детскую безопасность, у нас проводится он ежемесячно. Это и детское кресло, и ребенок-пешеход. Это у нас ежемесячные мероприятия. Ну, а с наступлением летнего периода, с июня месяца, у нас начнется, соответственно, операция по детям. Ребенок-пассажир, велосипедист. И довольно-таки очень много мероприятий, которые будут на летний период. И мы будем контролировать, соответственно, работать в данном направлении. Ну, сейчас, наверное, большую помощь инспекторам ГИБДД оказывают камеры видеонаблюдения. Вот это помощь или есть нюансы какие-то? Нет, это очень большая помощь, потому что если стационарные камеры, они у нас установлены стационарно, то у нас есть, как многие водители видят, это передвижные комплексы. Данные комплексы выставляются по, соответственно, аварийности, куда мы их направляем. Они там стоят, где очаг аварийности у нас образуется. Соответственно, мы там выставляем вот эти комплексы. И они довольно-таки ощутимую роль играют. Водители, видя этот комплекс, они снижают скорость. И уже как-то внимание у них обращают они на это, ДТП снижаются. Очень большую помощь они нам оказывают. Вот в целом дорожная обстановка сильно изменилась до такого активного введения видеофотофиксации? И вот сейчас, когда уже активно все это есть? Ну, конечно, очень изменилось. Если даже взять участок дороги, грубо говоря, который у нас скоростной, там, если раньше у нас была там одна камера стояла, соответственно, люди ее проезжали, и дальше они уже превышали скорость, то сейчас у нас фактически через каждые два километра стоят камеры, и водители уже стараются ехать в соответствии с правилами дорожного движения. Если в зимний период было 90, ну, люди фактически ехали где-то по 100 километров в час. Сейчас 110, ну, где-то 120 они едут. Ну, что позволяет их сдерживать? Желание погонять. Ну, дорога, она непредсказуема, и тут нужно все-таки соблюдать правила дорожного движения. Я всем и всегда говорю, даже когда приходят на прием граждане по каким-то, что правила дорожного движения не написаны кем-то, а не написаны жизнями людей. Поэтому стоит прислушиваться и соблюдать. Да, соблюдать правила дорожного движения. Виталий Евгеньевич, а вот, в принципе, культура вождения меняется? Ну, если сказать, в целом, то да. Если когда недалекая буду бывшая, да, если вспомнить, большинство людей ездило за рулем непристегнутые. Потом начала статья работать, соответственно, люди потихонечку-потихонечку начали пристегиваться. Сейчас большинство, где-то процентов, где-то 90-95 уже водителей, они пристегнуты и пассажиры пристегнуты. Ну, соответственно, посмотрим, может, сейчас и культура по скоростному режиму придет в норму, культура вождения, которая сейчас пока оставляет еще желать лучшего, может быть, тоже придет в норму. Ну, это все зависит от воспитания водителей. А все-таки как они умеют ездить и как они друг друга уважают. Ну, и даже по детскому креслу взять, когда мы снимали раньше рейда, один, два, три нарушителя можно было встретить. Сейчас, я так понимаю, это редкость. Ну, сейчас не то, что редкость, но большинстве детей, они пристегнуты. Есть, конечно, люди, которые все-таки думают, что он проедет километр-два, ничего страшного с этим не произойдет. Но все равно проводим с ним профилактические беседы. Ну, если это грубое нарушение, если он неоднократный, то составляем административный материал. Как Вы думаете, вот из тех детей, которые сейчас ездят пристегнутыми, то есть, они с пеленок соблюдают правила дорожного движения, есть ли высокие шансы вырастить законопослушных граждан, которые будут серьезнее, может быть, чем их родители, бабушки, дедушки, относиться к правилам? Почему? Опять же, приведу пример. Ну, я никак не говорю, что я такой. У меня сын, садясь на пассажирское сидение, он первым делом, что делает, он сразу берет ремень и пристегивается. Он с детства у меня, я его не говорил, пристегнись, поедем. Не пристегнешься, не поедем. Вот и все. Все по правилам. Это все зависит от родителей. Если они научат, ребенок уже автоматически, садясь в машину, он берет ремень, он его пристегивает. Это уже автоматизм. То же самое, как и водитель, садясь за руль, он первым делом, что делает, он пристегивается. А дальше уже начинает движение. Ну, все же, когда учатся в автошколе, когда сдают на права, они что делают? Они же не садятся за руль. И когда сидит сотрудник ГАИ, когда принимает у них, он же что, он садясь за руль, пристегивается, включает передачу, снимает с ручника и начинает движение. Все. Надо запомнить и практиковать в дальнейшем после экзаменов. Да, просто запомнить, как вы сдавали. Я говорю, что когда учились на права. Вот и все. И так же это и делать. Ну, большинство народа, людей, сдав на права, книжечку заветную, вложат далеко на полку и забывают про нее. Ну, да, там правила потока и вот, собственно, наверное, это на первое место выходит. Никто не повторяет. Они отучились, права заветные, заветные права получили, все. А дальше они уже забывают, что и напередически нужно повторять все-таки правила дорожного движения, интересоваться, какие изменения произошли. Что в кодексе, что в правилах дорожного движения. Вот это нужно просто интересоваться, периодически, хотя бы раз в три месяца брать их и читать. Чисто для себя? Да, чисто для нас. Нет, не для нас. Для нас не надо. Мы знаем правила дорожного движения, а чисто для себя, для каждого водителя, чтобы он знал и мог уже руководствовать этим правилами. Виталий Евгеньевич, спасибо большое, что пришли в эти непростые времена к нам в студию, ответили на все вопросы. Дорогие телезрители, давайте соблюдать правила дорожного движения. Мне кажется, сейчас, как никогда, становится понятно, что наша безопасность в наших руках. Берегите себя. Всего доброго. Продолжение следует...